Ну, здесь просто как иллюстрация, посмотрите, насколько то, о чем мы говорим, исследования реальной клинической практики в мире востребованы, и действительно на это обращается внимание. Это вот прогноз по тому, как планируется капитализация исследований именно в этом направлении. Мы это в Москве делаем, если вот на этот QR-код навести, можно даже нашу статью найти, которая посвящена уже каким-то первичным результатам. И вы видите, что достаточно много исследований проводится и FDA, и Европейским агентствам именно по исследованию, как реально работают препараты. Я вот, к сожалению, на сегодняшний день, мы как раз когда обсуждали эту презентацию, не могу привести примеров, когда вот, например, исследования реальной клинической практики привели к тому, чтобы поменялись рекомендации или поменялись правила приемов препаратов, или правила назначения препаратов, или правила закупки препаратов, какие-то правила обеспечения наших пациентов. Но, тем не менее, это то направление, в котором нам обязательно нужно двигаться, потому что вот мы с помощью тех инструментов, которые у нас сейчас в Москве созданы, у нас есть инновационный центр, где создана такая группа, которая занимается большими данными, очень благодарны им за ту работу, которую они делают, за сотрудничество и за те возможности информационной системы, которые у нас есть. И вот такой поверхностный, на самом деле, ненаучный анализ назначения высокостоимостной терапии показал, например, в Москве, что у нас по разным локализациям 5-10% пациентов умирает в первые три месяца после назначения вот этой высокостоимостной терапии. А при некоторых локализациях в течение года 96%. Я сейчас намеренно не говорю ни локализации, ни препарата, потому что это все нуждается в более глубокой проработке, потому что это, как правило, не первая линия, а там третья, четвертая и так далее. Но все-таки согласитесь, что когда мы назначаем какие-то препараты человеку в течение месяца и тратим очень большие деньги, а человек в течение месяца просто погибает, ну, наверное, это не совсем правильное расходование ресурсов. Поэтому все вот эти исследования нам нужно объединяться, вместе проводить, как это делается во всем мире. Это то, что у нас на сегодняшний день в Москве проходит. Посмотрите, какие большие исследования, которые у нас в Москве проходят. Посмотрите, какие большие цифры по объему пациентов нам удается сейчас с помощью вот тех инструментов, опять же, информационных в Москве собирать. И я думаю, что вот это вот сотрудничество, которое у нас Департаментом здравоохранения города Москвы организовано, вот с инновациентом, инновационных технологий, оно дальше будет приводить, приносить свои результаты. Ну и я вот такой, может быть, в качестве вступления и обозначения, что ли, актуальности проблемы на этом закончу. И, наверное, Ирина Ивановна попрошу уже объявить следующего. Продолжение следует...